Продолжение следует... Материалы и методы. В качестве исходного прототипа мы действительно взяли за основу комбинированную таблицу показателей фенотипического планирования, разработанную двумя авторами еще в 2013 году. Впервые она была опубликована в 2017 году доктором Носовой и провизором Шаровым, кто предложил объединить модели чернорудского, кости типа кости, типа Дисней, качество окружающих тканей и так далее. В общем, этому мы уделяем сейчас внимание, потому что до этого ни в какой статье эти показатели не были описаны подробным образом. Поэтому мы хотели бы с разрешения авторов их описать как исходную модель и прототип для создания нашей модели. Поскольку мы видим в ней некоторые недостающие показатели. Действительно, авторы на тот момент объединили устоявшуюся классификацию. Это была и Всемирная организация здравоохранения, Европейская ассоциация, Чикагская академия про донтологию. Ну, Стар, Стар, в общем, он передирал с вот этих первых трёх. Мы изучали фундаментальные книги для того, чтобы понять, как генетически определенные показатели могут влиять на проявление признаков. И классификация Михаила Васильевича Ширнорудского, она нам, конечно, очень помогла, могу сказать. В чём суть этого подхода? Он включил в себя три принципиальные группы анализирующих показателей. Хирургические, ортопедические и гигиенические. Потому что, на самом деле, в разрезе наших проблем других факторов не существует. Из хирургических мы увидели следующие. Первая, конечно, конституция пациента. Мне предоставилась возможность в последние два дня приобрести две книги, которые называются «Диагностика показателей по-чарно-русскому разных годов». И их перечитать. И второй, и третий выпуск имеют разное количество страниц. Так вот, принципиально господин Чернорудский распределился к пациентам на три категории. Это гиперстеники, нормостеники и гипостеники. И мы решили, что на самом деле мы видим пациентов именно по показателю риска развития рецессии Дисны, которые не находятся в этой системе координат. И поэтому мы решили у них выделить еще одну группу, добавить в эту классификацию. Это пациенты с имеющимися признаками атрофии. То есть, те, у кого заведомо действительно есть тенденция развития атрофических процессов. Хотя у них вроде бы генетически все было хорошо. Но в процессе их роста развития, даже до 25 лет, у них есть предпосылки для того, чтобы объем ткани, их качество состояния, плотность, количество клеток, оно уменьшалось. И это является первичной причиной рецессии Дисну. Второй показатель – это тип кости по известной классификации Легко-Лимазар. Четыре типа кости именно в своих полярных показателях. То есть, либо первый тип кости, который имеет более плотную, компактную кость, или четвертый тип, где кость вся рыхлая. Они, конечно же, способствуют развитию рецессии Дисны, потому что в случае четвертого типа нет костной поддержки за счет высокой пористости и механической несостоятельности. А в случае первого типа – там меньше клеток костной ткани и остеоцитов, поэтому они не способны поддерживать этот объем мягких тканей. Объем кости. Первичная и вторичная дагестенция – то, о чем и шла исходно речь, но так и не было распределено. Поскольку у нас было понимание до того, как мы стали искать источники для написания данной статьи, то мы уже знали, чем отличается дагестенция – первичная, вторичная, что такое вообще дагестенция и какие причины ее возникновения. Существуют индуцибельные гены, которые встречаются в меньшей степени, но они определяют у пациентов особой конституции, доминирующее положение, их фромосомия. И в случае композиции признаков при корсинговере, то есть в процессе еще размножения, возникает у пациента развитие рецессии десны, оно генетически детерминировано, то есть предопределено. И несмотря на то, что у этого пациента будет, допустим, толстый биотип десны, про тип кости, средний тип кости, например, но у него будут другие показатели, это равновесные части одной модели, и они определяют то, будут влиять один фактор как ведущий, или несколько, на результат образования рецессии десны, или все факторы будут влиять, что самое страшное, такое тоже у нас есть наблюдение, именно клиническое, что дало нам открытие определенное, своих мнений на эту тему, может формироваться рецессия десны, в результате объем кости является одним из ключевых генетически детерминированных факторов для формирования дегесценции. Объем десны. Действительно было установлено, что есть определенный объем десны, но он в научной литературе до сих пор не был точно определен в пространственном взаимоотношении. То есть у нас есть понимание, например, биологической ширины, которая на самом деле является биологической высотой. Биологическая ширина состоит из комплекса нескольких компонентов. Первый. Это маргинальный край десны. который имеет высоту, вот как написано в литературе, 1-2 мм. Так он 1 или 2. И это уже вызывает вопрос. Или 1,5, или 0,5 и так далее. Второе. Он состоит из второй части. Это комплекса прикрепленных тканей десны к кости. И вместе эпителиальное прикрепление и соединительно-тканное и формирует биологическую ширину. Если у ученого, врача и какого-то, в общем, ортопеда, хорошо там, кто имеет отношение к этим показателям так или иначе в своей работе, есть четкое понимание того, что такое биологическая ширина, то он очень успешно оперирует им. Если нет, то, к сожалению, тут возникают все проблемы. Потому что в научной литературе написано, так вот биологическая ширина, она 2-3 мм. Так она 2 или 3, или 2,5, или как... Ну, то есть, эти грубые величины не дают нам понимания ни качества, ни соотношения, ни точности эпителиального и соединительно-тканного прикрепления ни по отдельности, ни вместе. Скажите, Ксения, что изображено на обложке книги? На обложке книги изображена биологическая ширина. Какие компоненты биологической ширины изображены на обложке книги? Маргинальная, лесная и соединительно-тканная. То есть, и эпителиальное прикрепление, и соединительно-тканное есть на обложке книги? Да. Странно, да, вроде? При этом качество Дисны, плотность, турго и так далее. Мы ввели несколько показателей для того, чтобы дать понимание того, что объем Дисны, он может иметь еще разные качественные характеристики, а не только характеристики объема. То есть, количество Дисны в миллиметрах в ширину-высоту – это не все. Хотя, ну то есть, то, что изображено… Посмотрите на обложку книги. Она же цветная. Она щеняет. Нет, структура Дисны, вот этого в маргинальном крае, она же цветная, разноцветная. Нет. Нет, я понял, ладно. Так или иначе, никого не заботит вопрос качества Дисны. То есть, мы берем по умолчанию то качество, которое есть у пациента, и думаем, что в процессе наших манипуляций мы создаем то же качество. Ну то есть, мы не оперируем этим параметром, потому что для нас кажется, что он неизмерим. Потому что он продиктован гидентически детерминированно. И введен в эту классификацию, ну действительно, совершенно правильным образом. Как мы можем оценить плотность Дисны? То есть, мы вот так приложили два пальца к Дисне, она побелела, убрали, она обратно покраснела. Тургер, мы взяли зонд и сделали то же самое, но только в одной точке, и намного глубже. Мы тупой стороной зонда прижали объем Дисны, и потом отпустили, и посмотрели за сколько секунд. Один, два, три. Но к концу 30 секунды тургер нормальный, должен восстанавливаться. И эластичность Дисны, что это такое? Мы взяли и по ней пальцем, вот так вот, от основания пальца указательного, провели по Дисне в области нескольких зубов. И если мы ведем медленно, то мы видим, что мы приживаем Дисну в области зубов, а потом она обратно набирает цвет из белесого в бледно-розовый. Но это все клинические признаки, то есть они не дают точного показания. Они не могут являться достоверными клиническими показателями. Что и здесь? Это место?